День рождения. Папа любит смотреть телевизор новостей. Мама Евгения Григорьевна работает инженером. Ее 13 марта 1945 года. День рождения. Мама любит смотреть. Бабушка со стороны папы. Дина Григорьевна работает кондуктором. У нее 13 марта. Июня. День рождения. Бабушка любит матки. Спать, выгуливать собак. Спать. Спать. Дедушка со стороны папы. Семен Сергеевич работает дизайнером. У него 12 января. День рождения. Дедушка любит играть. На чем? Либо что? С тобой? Да. Дедушка любит кататься на машине. Кататься? Да. Не надо держать на лифузине. Так. 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 Моя мама. Мама. four-баля 16 мая. В 1965 году. В марте będą изolonиз션ات. Татьяна Васильевна. Мама работает в институте. Папу зовут Шверлинуш som corker. Алексей Юрьевич. Папа родился в университете в 63-м году. Папа родился в университете в университете в университете. Папа родился в университете 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 в Тоже инженером. Ее зовут Алина Алина. Она делает 1935 градусов. Тоже инженером. 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 и бабушка прапрапа работала она работала домохозяйкой она нечего ни кем не работала мой прапрадедушка Михаил Сергеевич он работал директором стройки бабушка я учусь в третьем классе я родилась в 1992 году 14 декабря мою маму зовут Елена Владимировна ей 40 лет она работает монитором она родилась первого марта она любит она любит живот природу рыбки моя мама любит ходить в зоопарк и в ней мою бабушку зовут Елена Федоровна она родилась 10 декабря и 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 vi и его с и ос большие halt если признаться выдел Я видел его только три раза в жизни, потому что мой папа сначала женился на одной, а потом на другой, моей маме. Вчера я с ним виделся и познакомился, какой у меня брат. Он веселый и очень хороший парень. Так, моего папу зовут Василий Вячеслав Всеволодович. Моему папе 49 лет. Он родился в 1965 году. Мой папа тоже любит природу, потому что он вырос в деревне. Мой папа очень любит гулять. Он с детства может водить любую машину. Мой папа родился в Воронеже. Его отец русский, то есть мой дедушка, а его мать родом из Украины, то есть моя бабушка. Мой папа работает у президента. Мой папа очень добрый человек. Вот и все, что я сказал про моего папу. Мама родилась в городе Гори. Она раньше работала журналисткой. Она и я только разбираемся в компьютерах в семье. Моя мама очень добрый человек и очень любознательная. Моя бабушка. Мою бабушку зовут Далий. Это грузинское имя, конечно. Итак, вы знаете, имя, моя бабушка этим летом очень грустная, потому что у нее умер муж, то есть мой дедушка. Он был тоже очень хорошим человеком, как и она. Она работала раньше учителем и сейчас работает. Моя бабушка очень добрый человек, как и из Томяки, мне рассказывала. Моя вторая бабушка. Ее зовут... Ее зовут... Нет, точно не знаю, как ее полностью зовут, но я ее называю бабушка Дуся. Она тоже очень хороший человек. Очень любит стихи. Очень любит стихи. У нее тоже умер муж, то есть мой второй дедушка. Она раньше работала тоже учителем, потому что и родители мои, и дедушки, и бабушки работали учителями. Спасибо. Венчуров Владимирович. Я родился в 1992 году. Я учусь в школе номер 18-74. Я родился в июле 23-го. Мою бабушку зовут... Семенова Галина Иванова. Здесь уходит... Рассказывай, расскажи. Она... Она родилась вome inني. Мою бабушку часов... Не кажется. Мы засветили... Это 18-32. Семеновый год. Д Pittsburgh в первом году. Так... Так... Мою папу зовут Кончаров Виктор Геннадьевич. Он родился в 1957 году. Он работает водителем. Он ездит в Италию и в Искарию. Возит грузы. Мою маму зовут Кончарова Нина Владимировна. Ей 37 лет. Она домохозяйка. Моя маму зовут Настя. Я родилась в 1992 году. У меня есть брат, которого зовут Коля. Ему 4 года. Моя мама родилась в 1907 году. Зовут ее Татьяна Яковлевна. Она работает узистом. Точнее, она повышает квалификацию. Она доктор. Самый старший из моей семьи мой дедушка. Недавно ему исполнил 78 лет. Родился он в 1923 году. Его зовут Виктор Филиппович. Он не коренной москвич. Он приехал к нам из какого-то города. Я уже не помню как. 72 года. Она родилась в 1928 году. Пережила войну. У нее есть трудовой знак за труд во время войны. У него очень много орденов. Он был пилотом. Он сбрасывал бомбы на фашистские склады с оружием. Еще одна моя бабушка. Екатерина Львовна. Это мама моей бабушки. Ой, моей мамы. Она живет на Рублевском шоссе. Еще у меня есть тетя. Дочка моей мамы. Мою тетю зовут Аня. Она работает банкиром. Еще у меня есть другая тетя. Она дочка моей второй бабушки. Зовут ее Алла. Она работает физиком. Учился в 57-й школе на улице Машербака. Работает хирургом. Зовут его Алексей. Родился в Москве в 1993 году. Учусь в 3-м В-классе. У ВК 1874. Занимаюсь музыкой, теннисом и плаванием. Я хочу рассказать о своих ближайших родственниках. Папе, маме, бабушке и дедушке. Дедушка родился в Владимирской области. В семье военного. Вместе с родителями жил в Ленинграде, Белисе, Ереване, Ростове-на-Дону. Там окончил городостроительный институт. И уехал работать на Камчатке. Работал на заводе по ремонту погодных вод. Включая калкустки и наладки атомной подводной лодки. Поднимался вместе с моим папой на Вулканы, Колдун, Вилючинске и другие. Видел извержения Вулкана. Мой папа родился в Ростове-на-Дону. Вместе с родителями жил на Камчатче. Потом учился в Ленинграде, в технологическом институте. Сейчас он работает в компании СЖС в области контроля качества товаров и услуг. Моя бабушка родилась в Москве. Она помнит Москву во время войны. Бандошки, тревоги, заклеенные окна, небо в аэростатах. Она окончила институт инженеров транспорта. Работала в различных организациях. Сейчас пенсионер. Мою маму зовут Елена Державина. Она родилась в Москве. Закончила пищевой институт. Сейчас она работает в области сертификации пищевых продуктов. Спасибо. Меня зовут Естратова Даша. У меня очень много разных. У меня есть три брата. Один родной и два неродных. Одного брата у меня зовут Саша. Он живет вместе со мной. Он уже закончил школу и уже в институте. Второй брат, его зовут тоже Саша. Он живет не со мной, он живет в Мутнинске. Вместе с моей сестрой Аленой. Он ходит в восьмой класс. И третий брат, он живет очень далеко. Он уехал в Америку. Его зовут Гриша. У меня папа, его зовут Сергей Александрович. Он работает директором галереи. У него очень много рисунков. Мама, моя мама домохозяйка. Ее зовут Елена. Я имею бабушку. Ее зовут Инна Борисовна. Она живет вместе с моим дедушкой, Сергей и Сашей. Они живут во Владимире, в деревне. У них есть кот, зайцы, собака и куры. А ты не ездила? Да. Ты умеешь ухаживать за сельскохозяйственными животными? Да. Правда? У меня была бабушка, только она умерла. И у меня остался только дедушка. Он сейчас живет вместе с нами. Иногда к нам приезжает. Саша. Родился в 1992 году. Учусь в 3-м Б классе. Школа 18-74. Мой папа работает на фене. Он занимается отоплением. Он увлекается физкультурой. А моя мама домохозяйка. Она любит готовить. Она родилась в 1961 году. Папа родился в 1959 году. Папа родился в 1959 году. Еще я хочу сказать, что папа приехал из Рязани. И учился в инженерном институте в Москве. Моя бабушка, тоже домохозяйка, она родилась в Подмосковье и сейчас живет там. А мой дедушка тоже родился в Подмосковье и он учился в институте в Москве. А живет сейчас в Подмосковье. И еще я хочу сказать, что мой дедушка, он строитель сейчас. Он строит дачи. Она тоже домохозяйка. Она раньше была, работала в ресторане, а потом она уехала за город. В Австралии. Ну, ребята, это стоит того, чтобы услышать про дедушку, правда? Еще он побывал в Испании. И он продавал разные вещи, там разные сундуки, разные украшения. Он как был ювелиром. И еще я знаю про свою пра-пра. Про бабушка. Она была раньше. Дальше она тоже дома была, и она там делала, шила разные вещи, дерева. Здесь у меня кнопка «Я». Я написала здесь Лисю, что... Простегая информацию, Лисюкина Дарья Вячеславовна, я родилась 23-го числа в городе Москва. Дальше я сделала кнопку «Сестра». Здесь я написала «Моя сестра Лисюкина Ольга Вячеславовна». Она родилась 16-го числа в городе Москва. Следующую кнопку я сделала «Папа». Мой папа Лисюкин Вячеславовна Викторович. Он родился 4-го числа в Тульской области. Спать? Вот у меня тут и есть кнопочка «Папа». Тихо. Мой папа родился... А чё там? Мой папа родился... А чё он закрывается? Ты подержи на эту кнопочку, нажми и не отпускай в неё. Появилось изображение, нажми, зафиксируй. Ну ты же знаешь про папу, можешь и так рассказать. Ты продемонстрировал, что кнопка работает, можешь даже не нажимать. Ну вот. Мой папа родился в 1957-м году, закончил институт в МАИ. И он сейчас он работает в МАИ. Моя мама. Мама. Я. Почему я не работаю? Ты? Я не знаю, как тебе зовут. Тех, кто тебя... 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 В 1992-м году. Сейчас чуть-чуть в школе УВК-18-74. И у неё ходить на хоккей. У меня не работает. Мама. Мой пап... Моя мама родилась в 1960-м году, закончила школу в 1977-м году. В 1977-м, 1984-м училась в институте управления. И сейчас работает главным бухгалтером. Всё. И вся моя семья. Это я. Я родилась в 1992-м году. Меня зовут Маша. Я родилась в 19-м лет. Мне 10 лет. Я очень люблю маму и папу. Моё семью. Это мама. Я очень люблю свою маму. Ей она работает. Она очень меня любит. Ей 32. Это мой папа. Я очень люблю своего папу. Ему 32. Он работает в ресторане «Глава». Он ремонтирует здания и строит какие-то стандионы на ВНДХ. Маша. Я его очень люблю. Вот. Вот. Это моя бабушка. Это дедушка был мамой. Это моя бабушка-мамушка. Вот. Ей... Вот. Она жива ещё. Она живёт у меня тоже. Бабушка-папа уже умерла. А дедушка-папа тоже умерла. Моя мама зовут Лена. Папа зовут Юра. Бабушка-папа зовут Лариса. А дедушка зовут Александр. Дошла? Да. Дерево нет. Я нарисовала своё родословное дерево. Здесь у меня есть сестра. Вот сестра. Я. Ну ты рассказываешь при этом просто. Потом ещё про маму. И папу. И всё, у меня кнопочки работают. Ну ещё и бабушка, и дедушка. И дедушка. Я нарисовала своё дерево. И бабушка-папа. С ветками. Они у меня идут как бы как отцепление. Мне нравится, как у нас всё происходит дома. Дома живут рыбки. Я люблю жуя маму и папу. Спасибо. Я родился в 1992 году. Меня зовут Кирилл. Я живу на улице академика почвы. Ну и так далее. Я родился в Москве. И я учусь в школе УВК-74. Папа класса 73. Родился в трейдере. Чейм-трейдер в классе. Ну и папочки. Моё маму зовут Ирина Юрьевна. Она родилась 12 марта. Так. Она работала раньше. Чем же она работала. Посмотри. Ну ты как-то не написано. Ты хорошо не знаю, чем она работала. Ха-ха-ха. Так. Я не знаю, что это не спрошло. Так. Моего папу... Моего папу... Моего папу... Куда? Куда? Вот так. Моего папу зовут Игоря Порфиревича. Он работает строителем. Деда, деда, бабушка, деда. Так. Ребята, слушаем. У меня все... Я. Я, мама, папа, бабушка с маминой стороны. Бабушка с папиной стороны. И дедушка с маминой стороны. Да, конечно. Я увлекаюсь баскетболом. И карате. Мне девять лет. Я училась в третьем классе. В школе 18-74. Мой папа работает инженером. Механиком. Ему 44 года. Моя мама работает менеджером. Ей тоже 44 года. Моя бабушка с маминой стороны участвовала в Великой Отечественной войне. Ей 89 лет. Моя бабушка с маминой стороны. Она сейчас и на работе, и на пенсии. Ей 63 года. Мой дедушка с маминой стороны был летчик. Моя бабушка с маминой, и на работе, и на работе, и на работе, и на работе, и на работе. Моя бабушка с маминой, и на работе, и на работе, и на работе, и на работе. Моя бабушка с маминой, и на работе, и на работе. институт технику все тридцать первого года рождения сработала ой это дедушка закончила 8 классов все камера снимает всех папа Геффред Евгений Валерьевич родился родился 27 сентября в 1927 году закончил МАДИ в 1927 году в 1927 году в 1927 году закончил школу в 1927 году Номер 246. Города Москвы. В 1912 году закончила МАДИ. По специальности инженер системотехники. Работает в фирме «Ламфаун». Идушный специалист. Иха. Бабушка, девушка и сестра. Мама работает медсестрой. Ее зовут Анчурова. Анчурова Татьяна Викторовна. Она родилась здесь в 1992 году. Папа работает на флоне МАДИ. Умени. У-1. У-3. У-2. Хей. А-а-а-а-а. С-3. У-8. Спасибо, Борщов. Хорошо. Значит, кто у нас? Саисов Борис Дмитриевич. Он родился 23 декабря. Работает программистом. Мама зовут Гарасова Галина Алексеевна. Моего брата зовут Дмитрий Борисович. Родился 22 сентября. Живет и учится в городе Чорсово. Моей бабушку зовут Гарасова Татьяна Павловна. Родился 27 января. Родился в городе Чорсово. Родился в городе Чорсово. Моя девушка с последней стороны. Родился Дмитрий Алексеевич. Родился 21 октября. Работает директором в городском городе Чорсово. Ну и про себя расскажи, мама. Ты же про себя не рассказала. Нажми на кнопочку-то. Я, Зайцева, Светлана родилась в 1992 году. Увлекаюсь горными лыжами и спартом. Еще твое увлечение. Я, Зайцева, Светлана родилась в городе Чорсово. Я увлекаюсь в футболе. Мы уходим в антисептии. Я родился в Москве. Родился в городе Чорсово. Сейчас у меня пансионер. У меня есть сестра, у нее моя Алексея, а мне сейчас два года и она ничем не занимается. Но вы дружите? Да. Ты с ней занимаешься? С сестренкой занимаешься? Нет. Мой брат, я понял Алексей Алексеевич. Он сейчас учится на первом пункте. Ему сейчас 16 пунктов. Моя мама. Моя мама. Она учится словесить, но сейчас она не работает. У нее иногда бывает не столько учеников, а так она занимается над нашей сестрой. Мой папа. Поехали Алексей Викторович. Он работает в Браузееве. Он перебирает. Он родился 18 мая. 18 мая. Мы сейчас есть в Брюсне. Все. Яна Елена Павловна. Ну, ребята, не вставайте, я сказал. Да. Мы с ней вообще пилами работаем. Да. Конечно. Поехали. Я развлекаюсь бассейном и большим клиентом. Так. Поехали. Поехали. Моя мама. Наводина Ольга Дениславовна. Закончила высшее экономическое образование. Отучилась в 11 классах. Работает в Московском кредитном банке. Менеджером. Родилась в 1970 году. Моя бабушка. Волочёва Наталья Николаевна. Родилась в 1949 году. Работает главным директором техцентра. Редактор Корректор Станислав Николаевич. Мой дедушка с моим сторонам, Танислав Николаевич, родился в 1947 году. Получил среднефектическое цельное образование. Родился в городе Москве. Моя бабушка с папиной стороны, Лабадина Маргарита Петровна, родилась в 1946 году, врач-статист, родилась в городе Киеве. Дедушка с папиной стороны, Лабадин Владимир Алексеевич, моряк, он родился в городе Москве. Прабабушка с маминой стороны, Маргарита Вера Александровна, родилась в 1917 году, средняя образована. Мою маму зовут Кожевникову Любовь Владимировна. Она родилась в 1960 году, ей сейчас 40 лет. Работает в оборудовании в банкетном зале. Бабушка с маминой стороны, родилась в 1922 году. Сейчас она на пенсии, ей 78 лет. Дедушка с маминой стороны, родился в 1931 году. И умер в 1931 году. И папа, папа, ему 35 лет. Семь человек. Семь человек. Правда? Семь я. У вас в семье семь. Семь человек. Семь я. Семь я. Я, папа, мама, дедушка с папиной стороны, бабушка с папиной стороны, дедушка с маминой стороны и бабушка с маминой стороны. Я родилась в 1991 году, сейчас мне 9 лет. Учусь в школе в третьем классе. Моя мама Шетикова Наталья Васильевна закончила 9 классов. Подступила в институт. Сейчас работает в СНИИПе, отдел кадров. Папа Шетиков Александр Владимирович. Родился в 1974 году. Работает в штабе, маяк. Дедушка с папиной стороны. Шетикова Владимир Дмитриевич. Работал тоже в штабе, маяк. Бабушка с папиной стороны. Шетикова Валентина Васильевна. На пенсию, но работает на почте. Ей сейчас 60 лет. Дедушка с маминой стороны. Родился в 1947 году. Работал он на ферме. Сейчас ему 72 года. Бабушка с маминой стороны. Павленка Галина Федоровна. Работает в ферме. Деревянных изделий. Сейчас ей 50 лет. Все. Спасибо, дорогая. Спасибо. Все, ты хорошо. У меня тут есть 4 человека. Дедушка, бабушка с маминой стороны. Мама и папа. И я. Маму зовут Тихонова. Тихонова. Вот что у Михайлови. Она родилась 17 мая. Моего папу зовут Тихонова Виктор Владимирович. Мама и папа родился 18 сентября. Моего папушка родилась Тихонова Елена Архиповна. Родилась 20 июля. Дедушка, дедушка зовут Тихонова Михаил Тихонова. Родился 5 декабря. Какие модели ты скрылась? Мойной, танк и... Такие как танки, но там... А ты сам выпиливаешь или ты используешь? Нет, я покупаю. Покупаешь, да? Покупаю и склею. Ага. Спасибо. С 3 марта 1992 года. Показывай, что ты можешь показать. Я занимаюсь каратэ. Снимаюсь бассейном. Шла. Хожу в бассейн. Моё мама зовут Никишина Татьяна Юрьевна. Она капитан ФСБ. Ребята, вы слышали что, да? Так, подожди, я подчатываю. Он сам всё знает. Не отвлекайте. Моя бабушка... Моя бабушка зовут Никишина Никитичина. Ники... Никитичина. Никитичина. Она сейчас на пенсии. Она работала. Она делала самолёты. Самолёты назывались... МИГ. Владимир Иванович. Дедушек у меня нет. Но я знаю про него немножко. Мой прадедушка, мамин дедушка, был участником войны. У него было полевое ранение в голову. Он подержался день. Где воевал, знаешь, нет? Он воевал на Коте. Нет, я имею в виду, в каких частях и в каком месте. Вот у меня отец воевал на Курской дуге, например. Он брал... Освобождал Прагу. У меня он воевал под Москвой. Форсировал Днепр. У тебя под Москвой воевал, да? Ну, это уже очень много. Вот сейчас 60 лет в битве под Москвой. 11 человек в семьях. Тихо! Тихо, с парковью. Ты понимаешь, что они в одной квартире? Пустили. Меня зовут Алексей Сергеевич Равубин. У меня есть сестра. Ей 11 лет. Ее зовут Наталья Сергеевна Равубина. Она в шестом классе. Мою маму зовут... Сергей Николаевич Равубин. Он работает в налоговой полиции. Так же, как и моя мама. Моя бабушка работала врач-медсестрой в своей клинике. А мой дедушка работал... Для него было много работы. Он работал на железной дороге, таксистом. И еще он на войне выкатывал оружие. Он отучился в село 6 классов. Потому что его взяли на... У меня 4 прабабушки. Они уже умерли. Еще у меня одна бабушка. Это моя родословная древня. Это я. Меня зовут Сувенкова Ксения Михайловна. Я родилась 6 февраля. В 1992 году. Я занимаюсь хореографией. Хореография – это танцы. Похожие на балет. Я учусь в 3 классе. У меня две кошки. Их зовут Уля и Нысь. Моя мама... Моя мама... Сувенкова Елена Владимировна. Родилась в 24 февраля в 1969 году. Она работает с неврологом. Невролог – это такая профессия. Это человек, который лечит нервы. Моя мама любит ходить в музеи, по выставкам, по театрам. Мой папа Сувенков Михаил Анатольевич. Родился в 1968 году в городе Москве. 29 ноября. У них папа любит собаку. Он увлекается коллекционированием кораблей, пепельниц, ручек. Моя дедушка по маминой стороне Родилась в 20 ноября 1938 году. Родился в 1946 году в городе Ростов-Родин. Родилась в городе Тиховне Ленинградской области в 1948 году. Бабушка по папиной стороне Розванова Зоя Александровна. Родилась в 20 ноября 1938 году. Дедушка по папиной стороне Сувенков Анатолий Михаилович. Родился в городе Москве. Я знаю информацию про свою прабабушку. Кончалова Белагея Федоровна. Она окончила 11 классов. Работала инженером. Я знаю про свою прабабушку. Харькова Анастасия Павловна. Я знаю про свою прабабушку. И про прабабушку по маминой стороне. Я также знаю про дедушку по папиной стороне. Он был купцом. У него была земля и дом. Он продавал разные товары. И когда он поехал в город, какой-то, я его не знаю, он оттуда не вернулся. В российский город или за рубежом? За рубежом. Видите, купец. По папиной стороне. Она мат-героиня. У нее 8 детей. И она участвовала на войне. Она рыла окопы. Подмосковье. Это вся информация по моему роду. У нас в Сильвее 5 человек. Я родилась в 1992 году в городе Москве. Хожу. Хожу в музыкальную музыку. Занимаюсь танцами. Один из кем языком, дартфильным теннисом. И хожу по цифрам. Моя сестра. Дедушка был в папиной стороне Вологих Борисович. Посмотрите, сколько годюшки писала. В 1928 году. В городе Башу, Моним, Волога. Ярослав в своей области. В 1945 году. Зубов. В нем московский энерготехнический институт. В 1931 году обучил институт по специальности теплофизика. И был направлен на работу в лаборатории в лаборатории Вологих Борисович. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают.